Привет, друзья! Весна идет, весне – дорогу. Все расцветает под солнечными лучами, и проект «Поострее» не исключение. Нашим молдавским зрителям, а также людям из других стран, которым интересна Молдова, напоминаю, что мы записали рассказы прекрасных молдавских ребят об их жизни в России. Ссылка на репортаж о молдавской молодежной вечеринке в Москве в описании. А если кто еще не видел, посмотрите наш репортаж с выставки «Россия» на ВДНХ. Ну а теперь новый выпуск «Поострее». «Поехали!» Шпица, да? Шпица Лукашенко. Шпица? Как вот именно? Не шпица, а шпица. Шпица Лукашенко. Точно, да? Шпица. Как, блин, правильное ударение? Это шпица, мне кажется. Все-таки шпица, как собака, знаешь, шпица. То есть его обвинили. Его, ну это какой падеж, ты х**броса ты. Шпица Лукашенко обвинили в российской пропаганде. Ух ты мой сладенький. Это я шпицу. Ну и Лукашенко тоже. А немецкое издание Build посвятило целую статью любимому шпицу президента Беларуси по имени Умка. По мнению автора, собака используется Лукашенко в пропагандистских целях. А на Парад Победы Умку взяли специально, чтобы, внимание, замаскировать недостаток высокопоставленных иностранных гостей. На месте автора статьи я бы лучше попыталась разузнать, как можно замаскировать недостаток мозга. Или он своего канцлера Шольца с собакой сравнивает, раз там маскируют его отсутствие. А кто у нас такой хорошенький песик? Кто у нас хочет колбаски ливерной? Молдова станет частью Европейского Союза, если все население станет румынами. Спикер парламента Молдовы Игорь Нейванович Гроссу выдал очередную мудрость. По его мнению, Молдову примут в ЕС, если все население объявит себя румынами. Мол, и в Конституции так записано. Да и вообще, нужно показать всем, кто они такие. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба. Есть такое одно слово, румын. Интересно, а где-то в критериях по вступлению в Евросоюз записано, что нужно обязательно быть румынами? А то, по логике Гроссу, те же украинцы давно уже должны были записаться в румыны. И поляки тоже румыны, и прибалты, и скандинавы, немцы, французы, все-все румыны. Кстати, господин Гроссу, в критериях вступления в Евросоюз на самом деле записано повышение уровня жизни, населения, рост экономики и борьба с коррупцией. Не слышали про такое? Молдаване вот что-то тоже не слышали, да и не видели. А так-то, конечно, можете объявлять себя румынами сколько угодно. Может, вам уже просто пора, как говорится, чемодан, вокзал, Бухарест. Глядишь, и в Молдове дела пойдут получше. Без вас-то. В Румынии из-за низких зарплат бастует аппарат премьер-министра. Так вот почему Санду и Гроссу туда не переезжают? В Бухаресте на протест вышли сотрудники высшего звена госправления, канцелярия премьера и генерального секретариата правительства. По их словам, им не индексировали зарплаты уже почти 10 лет. Средняя зарплата чиновников составляет около 1000 евро. И последнее повышение было еще аж в 2015 году. Для соседней Молдовы и ее президентки, румынки Санду. Эта ситуация совершенно невиданная. Майя и Ко предпочитают кормить себя любимых хорошо. Повышают себе зарплаты. Побольше, да почаще. Делают они это, правда, за счет обычных молдаван. Но с другой стороны, на что Санду и ее людям еще надеются, ведь рано или поздно в Румынию перебираться придется. А там уже сидеть на голодном пайке. В Латвии 9 мая полиция избила возлагающих цветы к памятнику советским воинам. В Латвии в День Победы сотрудники полиции массово задерживали опасных преступников. Вооруженные цветочными букетами люди направлялись к могилам советским воинам, где возлагали цветы и тем самым представляли собой угрозу национальной безопасности Латвии. Бравые полицаи с задачей справились. Скрутили нескольких мирных ребят и прямо с цветами опасным оружием. И в наручниках отправили в отделение. Для прогрессивной европейской Латвии такие новости вообще не новость. В стране уже давно ведется война с русским населением, традициями, культурой и памятью. Украинские беженцы покидают Литву. Да это же самая богатая страна Европы. Как так? Беженцы с Украины стали чаще покидать Литву в поисках лучшей жизни. В начале 23-го года в Литве проживало почти 100 тысяч украинцев, а сейчас уже меньше 75 тысяч. Многие беженцы жалуются на тяжелые условия жизни. Средняя зарплата составляет около 1000 евро. На аренду уходит 40%. Цены на все, как в Западной Европе. И на жизнь остается всего ничего. Да и возможностей трудоустройства для украинцев тут довольно мало. Поэтому все больше украинцев уезжают из Литвы. Да бог с ними, с беженцами. Стараниями литовских властей жизнь в последние годы стала труднее не только для беженцев, но и для самих литовцев. Налогов стало больше, цены выросли, а вот экономика и зарплаты за ними не поспевают. Кстати, побор с населения литовские власти якобы пускают на помощь украинцам. Только вот почему-то получается, что до украинцев эта помощь не доходит. Где же денежки-то, а? Власти Эстонии грозятся закрыть православные монастыри. Окропить бесов святой водой. Что-то там, аминь. Эстонские власти закроют православные монастыри на своей территории, если те откажутся выйти из подчинения московскому патриархату. Об этом заявил глава МВД страны Лаурий Лазнемец по итогам встречи с настоятелем Пюхтинского монастыря. В начале апреля министр вообще предложил объявить московский патриархат террористической организацией, чтобы таким образом легально запретить его деятельность в стране. Потому что ты в аду, сынок. Вирус-мракобесие в головах прибалтийских чиновников прогрессирует. То они грозят закрыть Балтийское море для русских кораблей, то ракетами по Псковской области ударить. Теперь вот и на русскую православную церковь накинулись. Молдавская полиция стала сдавать украинских беженцев военкомам. Сдайте туда санду, пусть на фронт чешут. С молдавско-украинской границы поступает информация, что молдавская полиция стала передавать бегущих от мобилизации украинских мужчин в руки Киева. Не сдавайтесь в молдавскую полицию. Молдавская полиция сразу же везет на границу и отдает украинцам. Местные советуют обращаться за помощью к жителям приграничных деревень и избегать общения с полицией. В конце концов, молдаване всегда славились своим гостеприимством. А мужчина на видео, кстати, особо отметил доброту моих любимых гагаузов, отзывающихся на беду своих соседей. Еще недавно Молдова считалась безопасной страной для украинских беженцев. Но Майя Санду все больше берет пример с Киева. Сначала преследовала русских и оппозицию, теперь вот украинцев. Прям как Клика Зеленского. Не удивлюсь, если скоро она по всему Кишиневу откроет представительство украинских военкоматов и начнет вылавливать украинских мужчин. Ну ничего, молдаване соседей спрячут. Или нет? Молдаване, ответь в комментах. Пророссийский кандидат на выборах президента в Литве получил 100 тысяч голосов. У-ху! Неожиданно для литовского политического болота самовыдвиженец Эдуардас Вайткус без денег партии и предвыборной рекламы получил на прошедших выборах почти 8% голосов. 67-летний врач профессора медицины Вайткус выступает за восстановление отношений с Россией и дружбу с Москвой. Успехом Вайткуса на выборах восхитился лидер литовских поляков Вальдемар Томашевский. По словам политика, он отражает интересы тысячи граждан, живущих у границы с Белоруссией. А многие эксперты вообще считают, что среди голосовавших за Вайткуса были не только русские, но и этнические литовцы. Вот правящие-то удивились. Вот это поворот! Молдова заключит соглашение по безопасности с Евросоюзом. И от кого же Молдаване спасаться будут? По информации Financial Times Financial Times Красиво? А, Financial Да, не Financial А, по информации Financial Times Майя Санду собирается... Как вам мой английский? Майя Санду собирается подписать с Евросоюзом соглашение по безопасности. Теперь Кишинев будет обмениваться развединформацией с Брюсселем, принимать участие в совместных учениях, а еще совместно закупать вооружение. К слову, Молдова по Конституции является нейтральным государством, и военного участия в каких бы то ни было блоках принимать не может. Но кого в Президентском дворце такие мелочи интересуют? Подумаешь, нейтралитет, подумаешь, Конституция. Отношение Санду к Конституции давно известно, ей Конституция плюнуть и растереть. В Европе прогнозируют рост экономики Беларуси. По данным Европейского банка реконструкции и развития ЕБР, рост экономики Беларуси к концу 2024 года составит 2,8% вместо запланированных 1,3%. Согласно отчету ЕБР, почти половину роста дала промышленность благодаря политике импортозамещения, которую Беларусь реализует вместе с Россией. Объем выпуска за год увеличился аж на 6,5%. Кстати, а как там дела у соседей Беларуси? У тех самых высокоразвитых и европейских Литвы и Латвии? А дела у них не важно. В прошлом году местами вообще был экономический спад, а рост в этом году едва перевалит за 1%. Да уж, латыши с литовцами, вот вам арифметика для первоклашек от беларусов. Уравнение прямой пропорции. Дружишь с Россией, укрепляешь экономику. Ссоришься с Россией, беднеешь. Вот и все новости на сегодня. Подписывайтесь на наши социальные сети. У нас есть телеграм-канал, у меня есть моя страничка во Вконтакте. И есть даже мой личный маленький, пока еще маленький телеграм-канал. Хорошей весны вам и еще лучшего лета. С вами была ваша Майя По. До новых встреч. Пока-пока. И слушайте мою новую песню «Уйти нельзя остаться». С нашего канала «Уйти нельзя». ПО.